Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта уммабук.ру. Буквально один аят. Это то самое наставление Лукмана сыну. Среди нас много пап, многодетных пап. Ну и те, у кого будет семья, будут дети. Обращать внимание в Священном Куране на диалоги между отцами и детьми. Отцами и детьми. Там есть такие диалоги. Обращение. В данном случае Лукман. Его наставление сыну. Тридцать первая сура. Лишь фрагмент наставления. Шестнадцатый аят. Мы с вами прошлую пятницу первую часть уже озвучили и процитировали. О сыночек. Это именно форма уменьшительно-ласкательная. Она вот такая форма. Не ябни, о сын. А ябунайя, сыночек. Сам тоже как многодетный папа. Старший уже самостоятельный. Средний. С ними сейчас работы много. Есть еще и младший. Порой, как подумаешь, с младшими еще сколько лет вот так вот двигаться. И сколько мне уже тогда будет лет. То есть это очень большая работа. И мама, и папа в вопросе воспитания молодого поколения. И даже то, что мы с вами вот этого червоточина расизма упомянули, эти все моменты мы в том числе даем. Мы должны уважать свою национальность. Да. Свой язык. Да. Мои дети, например, супруга с ними говорит с рождения на татарском. Причем вчера она интересную вещь сказала. Самый младший, 5 лет, довольно сложное выражение. Он так его четко понял, но прокомментировал на русском. Я думаю, ого. То есть важно сохранять свою национальную идентичность. Знание своего языка. Не надо стараться перекраситься. То есть понимать как-то буквально тех или иных госслужащих или чиновников, что нужно как-то расплавиться и превратиться в что-то одно. Мы никогда не сможем превратиться в что-то одно. Мы разные. Люди разные. Не только национальности, вероисповедания. Вообще каждый человек, у него своя уникальность. Но если этот человек ответственный за свою нацию, за свою страну, за свою семью, за свое развитие. И вот то, что мы как раз говорили на Ваазе. Для России на сегодняшний день просто. Я как россиянин во всех поколениях. Я переживаю за мою страну. Я вижу, как мощно сейчас она развивается. И чувствую, и понимаю, что каждый из нас отвечает за то, что завтра может быть просто резкий вскачок вверх с точки зрения развития. По всем нюансам. По всем. Та же самая носимая талиба, антихрупкость. Кто читал, кто знает. То есть вот этот стресс, он может очень сильно укрепить. Но в этом укреплении ответственность должен чувствовать каждый. Не важно, какого он вероисповедания и какой национальности. Но при этом сохраняя свою национальную идентичность. И где вы, в какую страну вложите больший вклад, сможете вложить. Вы можете многого добиться и в России. И в своих там, в других там. Кто-то из Узбекистана, кто-то из Таджикистана. При сегодняшних возможностях интернета и вообще развития личности и вклада в развитие науки, культуры, бизнеса, возможности огромны. За одну жизнь можно поднять очень много дел, развить. И причем в разных странах. Я, конечно, переживаю за мою родную страну. Поэтому курс у нас очень правильный. Мне так нравится. Но я мусульманин сам. Поэтому, когда бывают даже косвенные какие-то наезды. Ладно, в 90-е, нулевые мы прошли. Аль-Хамдули-Лля, Россия выросла. С высказывания Жириновского, что Россия для русских. Я сам это глазами видел. На его предвыборных, таких больших билбордах. Мы выросли из этого. Мы выросли в том, что Россия многонациональна, многоконфессиональна. Именно в этом наша сила. И об этом, когда говорят первое лицо страны, это очень важно. И каждый из нас с вами, в том числе, приходя на джума, мы должны понимать, насколько это ответственно. Люди видят нас. Когда мы приходим, они же видят, они приходят молиться. Они приходят в мечеть. Нам это подчеркивают. У мусульман есть семейные ценности. У мусульман есть понятие там паломничества, поста, молитвы. Это все хорошо. Но представьте, если потом мусульманин пьет где-то, где-то курит, где-то наркоманит. Где-то он так хорошо русский язык знает, что трехэтажным матом ругается. От этого ты своим не станешь. От этого ты только деградируешь, опозоришь из себя, и тебя еще больше не уважать будут за это. А если ты на курение говоришь, нет, я мусульманин. На алкоголь, нет, я мусульманин. На наркотики, нет, я мусульманин. На мат, перемат, нет, извини, я мусульманин. К тебе будет уважение. Зависть и уважение. Вот это вот тридцать первая сура, посмотрите, обращение Лукмана к сыну. Сыночек, мы ведь должны как сами применить эти ценности, так и передать детям. Это же важно детям. Не только их, не в смысле их обеспечить. Пусть постараются сами ценности передать детям. Сможем вот эти мультикультурные. Не то, что вот где-то там в своей скорлупе. Нет. Сохраняя язык, сохраняя культуру, находя на равных общий язык со всеми. И внося свой реальный вклад в развитие. Маленькое зернышко затеряется где-то в горах, в скалах, в небесах или на земле. Маленькое зернышко. Я тебе, Аллах. Всевышний непременно. Вот оно, это зернышко. Я тебе придет с ним. Если подстрочно перевести. Вот оно. То есть маленьшее зернышко где угодно, на этих бескрайних просторах. Оно вот. И Всевышний тебе даст это зернышко. Вот оно. Он абсолютно все знает. И поэтому здесь идет. Ин Аллаха латыфун. Хабир. Латыф, лутф. Это вообще такой мягкий. Он добрый. Хабир обо всем знает. Обо всем. Любой уровень нашей души, наше восприятие, наши эмоции, наши дела, поступки, само собой. Наши слова, само собой. Он все знает. Он обо всем осведомлен. Здесь я пометил утром, когда это вычитывал. Делай от себя зависящее на все сто. Остальное отдай Всевышнему. Это простые слова. Но это ежедневная созидательная боль. Ты делаешь от себя зависящее. Твой мозг сопротивляется, он не хочет лишний раз напрягаться. Твое тело сопротивляется, не хочет лишний раз напрягаться. Посмотрите на школьника. Он не хочет лишний раз делать домашние задания. Он не хочет учиться, не хочет стараться, не хочет что-то большего добиваться. Что им двигает? Только нужда. Человек верующий должен постараться. Есть аяты и хадисы и мусульманские ценности – выйти за границы, подняться над нуждой и делать все, что от нас зависит. И даже нам кажется, что не зависит. Мы с вами сегодня цитировали, что на высшем уровне в Российской Федерации выпускаются законы, связанные с исламскими финансами на высшем уровне. Но этому эксперименту дают два года. Приживется он или нет. Эксперимент проходит в Башкирии, Татарстане, в Чечне и в Дагестане. В тех регионах Российской Федерации, где много мусульман. Но им это нужно? Исламские финансы. Или им проще в обычном банке получать обычную ипотеку или кредит и так далее. Очень грамотный подход. И весь государственный ресурс высшего уровня замминистров и первых замов Центрального банка включились в то, чтобы это реализовать в Российской Федерации. Очень много созидательных, полезных преобразований происходит в России. И очень важно. Я против кредитов и все остальное, вообще по определению. Но очень важно во всем созидательном как можно больше участвовать. Пусть нам будет больно, будет не могу, не хочу, ленюсь, я такой успешный, я на такой хорошей машине, мне больше ничего не важно. Этот снег там сами уберут и вывезут, это тоже сами. Чего там нам мечети не строят? А чё такое? А почему мечети нам не строят? А потом сам же перебегает через дорогу и вот так вот водители, когда он перебегает, понятно, кто перебегает, по горам бегает, перебегает через дорогу, водители говорят, а вот эти мусульмане, вот они оказываются. Но зато в другой ситуации он говорит, мечети нужны, мечети. А ты что сделал? Ты. И, как я сказал не раз и говорил, завтра многие из вас, если постараетесь, реально я смотрю на жизнь, как все изменилось. Кругом мусульманские фамилии. На первых местах, на первых уровнях, даже у новорожденных. Больше всего там тут смотришь Аиша Амина, там еще чего-то там, азиатские имена мусульманские или Мухаммад. Чуть ли не очень. В некоторых регионах России очень много. Но качество. Может кого-то это напрягает. Кто-то говорит, там всех нужно переплавить в один котел, там что все были одинаковые, похожие. Мы все разные. Но весь вопрос невраждаемости. Вопрос на данном этапе на уровне нашей с вами ответственности – отцов и мужей, мужчин. И вот это вот ябуна и Лукман сыну говорит. Нам, пока мы живы, нам нельзя эти наставления скидывать с плеч. Ответственность на нас остается. И то, что столь многое позитивное происходит в России и в Средней Азии и в разных странах. Мы можем быть безучастны. Суд на день за это спросят однозначно. Бездельника привлекут к ответственности. Тунеядцы, которые говорил все религиозно, но сам ничего не делал. Привлекут к ответственности. Но не в этом суть. Суть в том, что участие в таких мощных преобразованиях, которые сегодня происходят в мире, крайне важно. И для этого великим человеком не надо быть. Достаточно даже не перебегать через дорогу в неположенном месте. Уже величие правильного поступка. Субтитры создавал DimaTorzok